Ольга Жимон свою жизнь с армией связала еще 20 лет назад, выйдя замуж за военного. Много лет она была просто женой офицера, готова в любой момент вместе с ним уехать служить в любую точку страны. Шесть лет назад решила круто изменить свою жизнь и поменять работу в детском саду на службу в Росгвардии. Так получается у нас у всех, у военных, что если в семье есть хотя бы один военный, то это уже не профессия, не работа, это образ жизни и образ жизни семьи. В канун дня войск Национальной гвардии Российской Федерации в торжественной обстановке Ольге присвоили звание лейтенанта и вручили погоны. Этого повышения она ждала последние несколько лет. Хочется родителям своим скорее сообщить. Жаль, конечно, папа не дожил до этого момента, но он был бы очень горд и рад, потому что он сам всегда мечтал быть офицером. Так получилось, что дочь стала офицером. В отличие от Ольги Жимон, Виктор Сазонов свои офицерские погоны получил очень давно. Присягу он принимал в 1958 году и пройдя путь от курсанта Саратовского военного училища до подполковника, сегодня оказывает помощь тем, кто ушел на заслуженную пенсию, возглавляя ветеранскую организацию в войсковой части 32-74. По мнению подполковника, в отставке сегодня на бойцов Росгвардии возложено значительно больше функций и ответственности, чем в свое время на внутренние войска. Если мы выполняли задачи в основном по охране особо важного государственного объекта, сопровождение грузов, охрана, то сейчас на войска возлагаются очень большие обязанности, в том числе по непосредственной подготовке к действиям в военное время. По словам Виктора Сазонова, по работе он часто общается с молодежью призывного возраста. Главный совет, который он обычно дает новобранцам, не изменен несколько лет. Самое главное – выполнять все требования старших начальников, приказы, приказания, потому что физическая подготовка, огневая подготовка, все дисциплины в армии, они, как говорится, играют роль не только в физическом закалке и выполнении тех задач, которые возложены на наши войска. На концерте в честь Дня войск Национальной гвардии было вручено множество наград, знаков отличия и почетных грамот. А песни исполнители посвятили нелегкой, но очень почетной работе, которую выполняют войска Росгвардии. Кирилл Осинин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.